Ваши националисты, как вы понимаете, сегодня фактически под запретом. У нас каждый день сводки боев по новостям, что сколько там националистов, где было уничтожено в Украине. Соответственно, какие сейчас могут быть русские националисты тут. У левого движения же, как ни крутите, была всегда официальная партия, был Зюганов. Я считаю, что деление системной и нестемной оппозиции, я считаю, что системной оппозиции в принципе не может быть. Любое политическое движение, которое вы создаете, будто партия, объединение, движение, оно присоединяет одну единственную цель. Если эта цель не выполняется и не ставится, то это объединение теряет абсолютно любое название политическое. То есть это борьба за власть. Если вы не боретесь за власть, а вне сомнений Зюганов, на мой взгляд, абсолютно не борется сегодня за власть, не претендует на всю полноту власти, не хочет победить и переформатировать страну, соответственно, ну это просто вот. И так же сегодня я считаю, что вся вот эта системная оппозиция парламентская, будь то Зюганов, будь то Миронов, будь то еще кто-то, это просто игра по правилам. Они получают, да, свой кусочек какой-то легитимности и власти, власть получает, опять же, свою легитимность, изображая демократические устои государства, при этом практически полностью упразднив понимание выборов, как они понимаются в честных странах, равного доступа к СМИ, допуска оппозиции, регистрация партии и движения, участие в митинге, шествии пикета, ну и все там по списку, уверен, у вас в Питере это сто раз без меня обсуждали. Так вот, давайте возьмем несистемную оппозицию. Несистемная оппозиция, что левая, что правая, что любая другая, находится практически сегодня в одинаковом состоянии, в состоянии давления и прессинга. Активные деятели, которые действительно пытаются поднимать лозунги борьбы с властью, они вынуждены были либо уехать, либо сесть в тюрьму, либо находиться под большим давлением и создать, конечно же, никаких обширных всероссийских софтур, сегодня никто не позволит. Это и у националистов, и у всех остальных. Здесь никакого деления нет. А если нет никакого деления, появляются и вторая часть вопроса, какое возможно взаимодействие. Вот есть несколько повесток, которые сегодня интересуют общество. Первая повестка интересует все политические силы, это запрос на свободу. Тем бы мы не были, но если мы не имеем возможности честно избираться, побеждать и участвовать там в выборах и занимать какие-то посты, то какая разница, какие у нас с вами различия. Мы будем спорить исключительно в местах ГУЛАГов, тюрем, спецблоков и корцеров. Будем сидеть и различия наших идеологий выяснять. Нам нужно спорить в зданиях законодательного собрания, в парламентах местных, региональных или федеральных. То есть мы должны получить доступ, возможности к избирателям. Что такое, собственно, демократические выборы? Это возможности. У вас задача не соревноваться с властью в хороших делах. У вас задача показать народу, что действующая власть неэффективно распоряжается ресурсом народа. Потому что все, что они распоряжаются, это не их деньги, это деньги народа, полученные от налогов, полученные от добычи ренты природных ископаемых. Тогда надо понимать, что эти люди, в принципе, живут на ваши деньги. Ну, смотрите, какая сегодня нахрен в России, возможно, монархия. Но сегодня вот у нас есть авторитарная геронтократия созданная, где сидят там люди, которым за 70 лет. Все, что вы сегодня можете сделать с точки зрения монархии, это закрепить их право, передавать детям их титулы и их должности. Ну, пожалуйста, кто хочет сегодня. Они и так это пытаются сегодня сделать. Посмотрите, все их дети, они министры, вице-президенты, либо президенты крупнейших банков и так далее. Ну, если кому-то сегодня хочется... Кстати, я же был украином еще администрации Барвихи. Там эти гербы, они уже начали фамильные там все рисовать. Еще вчера до перестройки джинсами барыжили где-то, сидели там с наценкой, да? А сегодня уже у них гербы какие-то там появляются, свои родовые. Ну, что, пожалуйста. Поэтому сейчас о монархии, ну, разговор, я считаю, абсолютно неуместен. В любом обществе, я считаю, нормальным, цивилизованным, власть – это не что-то, что нам посылается богом, да? Хотя кто-то и может сказать, что там в наказание что-то нам спустилось. Но все-таки я к власти отношусь как к исполнителям, как к менеджерам, которые здесь управляют нашим с вами ресурсом, а вовсе не к какой-то барщине, а к людям как холопам. И мы должны им служить. Нет, не должны. Мы им ничего не должны. Эти люди еще недавно сидели также в питерских подворотнях, ничего не имели. И вдруг сегодня они нам начинают о каком-то своем божественном этом. Мы вот в философско-религиозном плане можем считать, что любая власть будет от бога. Но это не значит, что это власть от бога, мы ее принимаем и терпим. Можно сказать, что все, что происходит, это по воле божьей. По воле божьей происходит все, в наказание и так далее. Но это же не означает, что мы лапки свесили и сказали, ну, все, власть от бога, бады над бога, давайте терпеть. Война от бога, давайте там не противиться. Вот это от бога, давайте там. Нет, не давайте. Давайте все-таки. У нас нет групповой ответственности перед богом. Каждый будет отвечать за свои поступки и дела. Соответственно, мы должны в сферу своих сил, возможностей, страхов и воли что-то сделать, что-то изменить. А потом уже мы там посмотрим, что получится в целом. Я считаю, что здесь вот в эту всю религиозную тоже вещь излишне уходить не надо. У нас многие вот это поняли так, что я там своим мерком закрылся, посижу там, помолюсь где-нибудь на кухоньке, а там, глядишь, пофигу, что происходит вокруг тебя. Нет. Поэтому я всегда говорю, что бы ни происходило вокруг, спрашивать будут не со всех вместе, а с вас лично. Поэтому вы лично должны сделать все, что вы можете. И даже если вам кажется, что это ни на что не повлияет. Это не так. На самом деле это влияет. Я не хочу, чтобы наш разговор сейчас в такой религиозный, философский смысл уходил. У нас политических проблем в мостах довольно много. Ну и, соответственно, я закончу мысль, что если мы понимаем, что без свободы мы не можем развиваться, то один из главных запросов сегодня у всей оппозиции, независимо какая там, левая, правая, любая абсолютно. То есть им нужна свобода. Чтобы нам свои права и свободы осуществлять в стране, нам нужны изменения. То есть нам нужны честные выборы, участие в шествиях и пикетах. У нас же законно всего два механизма. Как народ может осуществлять свою власть. Первое, путем выборов и референдумов. Да, референдумов у нас де-факто не существует. Только власть у нас проводит референдумы. Больше никто не смог провести. Остаются выборы. Выборы сегодня мы видим. Эти пеньки, тревневные голосования, электронное голосование. Всем понятно, что этот Айсус практически у нас отобрали. Что любого кандидата абсолютно власть без проблем проводит. Не буду к этому возвращаться. Все видели эти выборы в Мосгордуму, где выкинули всех оппозиционных кандидатов после подсчета электронного голосования и так далее. Второй способ, конституционный я подсчетный способ, это путем, когда народ свою власть осуществляет непосредственно. Путем выхода на улицу, митингов, шествий, эпикетов. Сегодня это тоже право упразднено фактически. Они конституционно существуют, но де-факто оно опразднено указами, законами, всякими актами и так далее. То есть мы его тоже не можем реализовывать. Соответственно, любая оппозиция должна объединяться, прежде всего, в делах. А сегодня дело прямое – это добиваться возможности бороться за власть. То есть это абсолютно нормальная демократическая процедура. Когда вы заявляете, что мы хотим сменить власть, вас сразу почему-то записывают во враги народа, какие-то там агенты, в экстремисты и так далее. Нет, ребята, сменить власть и критиковать действующую власть – это абсолютно законное, нормальное право любого гражданина. Если бы нам эта власть была неспослана Богом, а вот изначально бы так было бы заведено, тогда они могли бы что-то придумывать. Извините, это помазанник, он там спустился, он там у нас такой, его критиковать нельзя, он уже правит у нас 500 лет, он воспитывался для этого. Здесь, извините, такого нет. Здесь люди, которые пришли к власти демократическими процедурами, и ничего в них такого, нимбов никаких не светит. Наоборот, всем кажется, что их и близко нет. Поэтому критиковать, показывать избирателям неэффективность данной власти и бороться за умы избирателей, чтобы они этот ресурс передоверили вам – это абсолютно нормальная задача любой оппозиции, любой цивилизованной свободной страны. Свобода – понятие относительное. Понятно, сейчас многие будут написывать, да где она есть эта свобода. Ребята, свобода есть там, где федеральные СМИ могут критиковать власть и президент. Вспомните за 10 лет, какой федеральный канал последний раз критиковал нашего президента. Если вы хотите поговорить про несвободу в США, например, мне очень любят рассказывать, я вам могу за сегодня найти 10 таблоидов, где ругали Байдена. А уже Трампа как там травили бедолагу и блокировали в американских соцсетях – это извините. Поэтому это и есть конкуренция, независимо ни от чего. То есть мы должны получить, понятно, там несовершенная система абсолютно, но мы сейчас не про них. Мы про то, что мы должны дать право народу заново выбирать себе власть. И это залог плочности государства России. Если мы будем опять пытаться построить, как они сегодня строят, вот эту диктатуру геронтократии, это неизбежно закончится крахом государства. Неизбежно. Подписывайтесь, делитесь ссылками и ставьте ваши лайки. Ну, конечно же, нет. Никакой сам издат, никакой там вот этот все там беготня, за которым было прикреплено по 10 сотрудников ГБ за каждым, ничего не развалили. И более того, в доказательство этого я вам приведу. Возьмите все диссидентское движение России и скажите мне, кто после крушения Советского Союза из них пришел к власти. Ну, кто вот где-то сидел, нигде. Они остались диссидентами в современной России, как правило, все. То же самое здесь. Вы не думайте, что власть поменяется и рухнет. У нее все хорошо, но она рухнет только потому, что какие-то вот там Демушкины, какие-то там Удальцовы, какие-то там, я не знаю, кого угодно, перечислите, что-то тут сотворят. Во-первых, неэффективность сама по себе уничтожает сегодняшнюю власть. А во-вторых, первое, слом происходит всегда сверху. Не снизу, а сверху. Вот смотрите, пример очень хороший. Вот для нашей всей эмигрантской оппозиции, которая, я не понимаю, почему живет в каких-то иллюзиях, они вот все там заявляют. Мы вот, Путин уйдет, и мы будем строить свободную там Россию будущего. Я каждый раз спрашиваю, а при чем здесь вы? Из чего вы решили, что вы где-то что-то будете строить? Ну, смотрите, товарищ Пригожин, да? Товарищ Пригожин триллион двести миллиардов суммарно получил оборотных денег из бюджета. Это ближайший человек Путин. Это человек, которому разрешили создать незаконное вооруженное формирование. Далее. Ему разрешили, передали на баланс. Танки, гаубицы, самолеты боевые и так далее. Ему разрешили ездить по всем зонам России, абсолютно непонятно опираясь на какие законы, вербовать себе армию зэков и забирать себе любое количество заключенных на каких-то там условиях. Вот скажите мне, какой там Демушкин, какой там Удальцов, какой там, ну, кто угодно. Вспомните любого оппозиционера, назовите, какая оппозиция, ну, не смешите. Там несопоставимый ресурс. Этот ресурс там происходит. Знаете, вот есть такой у левых постоянный анекдот, там, Володя, вставай, нет, мама, мне не к первой, мне ко второй. Так вот, не надо глядеть туда сегодня. Понятно, что первый слом, он будет происходить внутри системы. Он там будет. И там не будет никаких там оппозиционеров, бегающих на улице. И не будет никаких иммигрантов и близко, которые сидят там и что-то заявляют, мы там чего-то где-то. Вы так и будете в своих ютубиках, я им отвечаю, снимать еще 20 лет после этого слома видео, какие-то рассказывая, что не так, разоблачая кого-то и так далее. Это, к сожалению, так не работает. Это вот устроено, что когда происходит слом, появляются новые генералы на улицах, они рождаются. Они захватывают всю полноту на улице власти, но свою власть впоследствии не могут монетизировать в политическую. Посмотрите на украинский Майдан. Посмотрите. Но все же происходило на глазах. Где все эти люди, которые захватили всю полноту власти? Где этот Ярош? Где вот эти все страшные люди, про которых нам рассказывают? Кто из них победил на выборах? На выборах победил Порошенко, который абсолютно не имеет отношения к злобным украинским националистам, которые там прыгали. Более того, на противоположном векторе они находятся. Вспомните, они, когда Яценюк, Тегнебок и Кличко поднимали эту евроинтеграцию и поехали к Януковичу, договорились о досрочных выборах. Потом приехали на Майдан и получили люлей от местных националистов. И фактически утратили все остатки легитимности на тот момент. То, что слом будет неизбежен и будет в ближайшее время, я абсолютно убежден. Далее. Кто будет конкретно по фамилии, вы не гадайте, вы не угадайте. Все явные кандидаты, которые сейчас озвучиваются на преемников, скорее всего, сойдут со сцены. Ну, вспомните, опять же, всю историю нам рассказала. Вспомните, что случалось со всеми преемниками Сталина, которые должны были занять его место. Вспомните Кузнецова, Питерского. Вспомните Баленкова, который претендовал. Вспомните Бедви, претендовали на его роль. Понятно, что все фавориты, против них объединяются все остальные. И там вот сегодня Дюмина кто-то озвучивает, кто-то там озвучивает сына Патрушева и так далее. Ну, вы сколько угодно можете озвучивать, но в любом случае, как правило, это произойдет абсолютно непонятный сбор. Ну, кто бы поставил на Хрущева во времена Сталина, что он станет генсеком? Ну, понятно, что никто. Вот никто не воспринимал, поэтому и стал. Поэтому я здесь не сторонник угадывать, я сторонник саму тенденцию понимать, что будет слом, будет слом вверху, который вызовет подвижки уже тектонические внизу. Ну, наступит эпоха улицы, и вот на этой улице неизбежно власть так или иначе захватит радикальные элементы, националисты, члены ЧВК каких-то там, афганцы, чеченцы, ну, в плане вот эти ветеранские. Ну, все, кто бегал активно и готов, боевиков яблоко, извините, я никогда не видел в глазах или каких-то там либералов. Я при всем уважении к кому-то там безличной этой самой скажу, что, ребята, когда вы кричите, что вы там что-то будете строить, вы, скорее всего, будете еще больше негодовать там у себя в блогах. Поэтому здесь это будет вот эта вот масса, которая возьмет власть. Возможно, какое-то радикальное звено, но если выборы будут идти после демократические, то маргиналы не побеждают никогда на выборах. Это тоже надо понимать, они не модернизируют. Если это не будет группа, которая захватит власть именно на удержание методом узурпации, да, то это будут выборы. На выборах, конечно, никакие радикальные марксисты, никакие радикальные националисты, никакие не победят народ. Даже если будут очень симпатизировать, им все равно проголосуют за относительно умеренные силы каких-то там государственников, а-ля националистов, или каких-то там социал-демократов, да, с таким левым уклоном. Но теперь в Ельцине был запрос на жесткую руку, они его вполне удовлетворили, сегодня запрос на свободу. Все эти запреты, ограничения, все уже ими наелись в стране. Хотят свободы немножечко, чтобы страна задышала, да. Не вечный поиск врагов, да, где-то там, а уже чтобы действительно мы занялись своей экономикой, своими нищими, своими бабушками бедными, бегущими по помойкам и так далее, копающимися. Уже пора заняться людьми здесь давно, а не какими-то сверхзадачами многополярного мира, победы над Западом, Америкой и так далее. Мы видим, например, Кубы, которая все до сих пор побеждает Америку там. Вот недавно, относительно недавно в этом году был там, вернулся 15 дней, посмотрел, как побеждают. Это райский архипелаг, где в пятизвездочных отелях, правда, названных пятизвездочными ими самими, нету хлеба порой, потому что вот нету. Потому что им барько, да, потому что все воюют. Америка-то как бы на это внимание не сильно обращает, а вот на Кубе в этом плане сложно. И нам нужно понимать, куда мы в будущее какое пойдем. Вне сомнения, сейчас в будущее надо нам бороться только за свободное, чтобы мы конкурировали в выборной системе, в парламентской системе. Возможно, там надо будет рассуждать, это будет долгий, сложный вопрос о парламентской устройстве страны или все-таки оставлять президентские. То есть, ну, в любом случае, это будет уже диспут иной. И вот этот переходный какой-то этап, то есть, вот, должен занять какое-то время. Поэтому не надо расстраиваться тем, кто очень скучает по баррикадам. Ребята, у вас еще будет время на них попрыгать. Главное, раньше времени куда-то не попрыгайте, чтобы не оказаться в местах лишения свободы. Потому что не факт, что новая власть вас признает какими-то политузниками, да. И неизвестно, как, что там будет расцениваться. Но здесь есть опасный момент, о котором меня гораздо больше волнует смена власти на ту или иную. К сожалению, как показывает мое общее понимание, что наша главная задача будет не оказаться даже где-то во власти. А главная задача общества всего нашего будет воспитать вот это то самое гражданское общество, которое не терпит холопства. Которое не терпит надругательства, издевательства над собой. Которое не соотносит себя и власть как отношения Балина и Холопа. Вот это гораздо хуже. Потому что любой самый свободный демократ, когда придет во власть и увидит, что к нему относятся лучше, чем хуже он себя ведет. Чем более депрессивный регион сегодня, тем выше поддержка сегодняшней власти. Возникает вопрос, а зачем? Если этим людям не нужна свобода, если эти люди ее не ценят. Если эти люди относятся к тебе хорошо, когда ты их давишь и заставляешь существовать и выживать, впроговать. Если у вас будет общество как во Франции, со свободными сильными профсоюзами, с людьми, которые знают себе цены и уважают. И понимают, что власть это не что-то данное Богом. А это то, что можно заменить легко, как неэффективного халдея, который тебе что-то делает, но делает плохо. И ты смотришь на это и говоришь, что он живет на моей налоге, ни хрена не производит, кроме негатива. Почему? Ну потому что все его запретительные, неинтересные законы в мою жизнь не сделали лучше, а сделали хуже за последние несколько лет. Соответственно, он говорит, давайте я его заменю. И вот эта процедура выборов, она должна обязательно быть. И ограничение, вне сомнения, сроков, чтобы они там не засиживались, не было соблазна. Если одна команда меняет другую, невозможно выстроить эффективную диктатуру. Это очень быстрое время, потому что взять под себя судебную власть, силовиков, подмять весь бизнес, все средства массовой информации, это занимает какое-то количество лет. Это довольно сложная борьба, и мы видим, как с 2009 года власть ее вела. Мы помним, там, рейдерский захват ТВ-6, потом НТВ, потом как захватывали газеты, потом электронное информагентство, потом брали весь бизнес, создавали эти гипергоскорпорации, там, собирая и давя всех неугодных. И потихоньку забирая все свободы, подчиняя все вертикали, когда от самого последнего собрания деревенской какой-то администрации до высших постов в стране все Единая Россия монополизировала. Соответственно, забрав всю власть, они забрали всю ответственность себе. Так что в этом плане нужно ограничение, сменяемость власти. Нужна конкурентная борьба на выборах, нужна конкурентная борьба в партиях. Это многие забывают. У нас же, вот мне коммунисты постоянно кричат, мы там, Путин засиделся, мы переизберем Путина. Я говорю, кого вы переизберете? Вы Зюганова ни хрена переизбрать не можете. Мне в 96-м году видные коммунисты приходили, он сдал выборы, мы его сейчас переизберем скоро. С 96-го года, сколько уже лет прошло? Я говорю, какого вы Путина переизберете? Выборы никакие в самой, внутри партии, они обязательны, это уже конкуренция людей и идей, в партии обязательно должна быть. Не там человек, который согласует администрация президента, который там Афонин выйдет, улыбнется и скажет, ну все же понимают, как эти выборы будут происходить. Там нету конкурентной борьбы, там есть искренне честные люди, которые действительно борются и что-то пытаются сделать. Но они там изгои. Посмотрите, вот посмотрите на Бондаренко, посмотрите на Ступина, да, которого уже выгнали оттуда. Который, кстати, вот и выгнали его по большому счету за попытки и альянсы с оппозицией, с навальнистами что-то сделать. Когда вот было умное голосование, Навальный поддерживал, что-то Зюганов там, по-моему, не выступал резко против на тот момент. А потом понятно, что он играет полностью вектор власти, отслуживая сегодняшнюю власть. Если бы Зюганов боролся бы с Путиным бескомпромиссно за власть, вне сомнений он бы использовал все политические силы. Все политические силы на данном этапе он бы использовал для победы. А потом уже там можно было между собой разбираться. Опять же, тут надо понимать, что если у тебя задача общая какая-то, большая, то в данный момент какие-то идеологические нюансы не имеют никакого смысла. Потому что у тебя выбор либо быть выкинутым на бочину и дискутировать где-то в лагерях с друг с другом о нюансах идеологии. Либо у тебя есть перспектива сначала разобраться с надзирателями лагеря, а после этого уже между собой подискутировать в стенах парламента. Где там чья идеология. Опять же, мы это должны не друг другу доказывать, а доказывать избирателям. А избиратель уже должен поглядеть, кому какой процент и долю своего доверия он дает. Эта система мне понятна и не обидна кому. Я считаю, что у либералов, кстати, большая проблема. Они на любых честных выборах проиграют и левым, и правым, и националистам. То есть в том-то у них и беда, что все у них хорошо, но сложно. А вот если будет какая-то социал-понятная демократическая партия, и какая-то такая националистические государственники более-менее нерадикальные, то они, конечно же, проиграют эти абсолютно честные выборы. Поэтому многие из них никаких честных выборов не хотят. И я с ними дискутировал на этот счет. Они заявляли на мой тезис, что вы проиграете честные выборы. Они говорят, а что вы взяли, что мы вас допустим? Просто не допустим. Я говорю, а чем вы тогда отличаетесь от всех этих господ, которых вы сегодня хотите поменять? Вы хотите их диктатуру заменить на свою диктатуру. А де-факто вы не поменяете даже их систему управления. Зачем ее менять, если Шарков выстроил систему суверенной демократии, отличную для вас, которая полностью всю полноту власти забирает и держит под контролем все сферы жизни. Вы еще будете хвалить их и говорить, как хорошо наши предшественники все построили, что мы можем пользоваться их механизмами для подавления всяких там маргиналов. Ну, в маргиналы они запишут всех нас с вами. И так же мы их будем никуда не допускать, ни до каких политических процессов. На данном этапе единственная возможность построить любую Россию – это, как я уже сказал, через механизм свободы. Вот по большому счету в обществе есть три запроса. Первый запрос – свободы. Мы его уже обсуждали. Второй вопрос – вы их можете в любом порядке ставить. Это не значит, что один ниже второго. Второй вопрос – социальной справедливости, достойная оплата труда, социальные гарантии незащищенным слоям населения и адекватная политика, чтобы человек, работая, мог прокормить свою семью. И третий запрос, вне сомнения, это запрос вымирания сегодня русского народа и других коренных народов России и замещения, в том числе, но это предаток уже мигрантами, которых сегодня завозят. Вот если вы проведете, вот исследование проводилось масштабное по регионам России, вот три глобальные повестки, которые сегодня волнуют население. Посмотри, по странному стечению обстоятельств эти три повестки можно разделить на разные политические спектры. Свобода, она нужна всем, но условно это повестка либералов. Социальная справедливость нужна всем, но условно это повестка левых. И вымирание русских, и замещение их мигрантами, это тоже вопрос для всех принципиальный. Если у вас вымирает коренное население, то непонятно патриотами, чего вы останетесь в этой стране тогда. И почему эта страна вам должна быть дорога. Ну, это повестка националистов, но по большому счету она, если у вас вымирает население, какая разница, какая у вас там эффективная, неэффективная модель, и сколько у вас в ВВП. То есть это тоже все очень важно. И вот эти все три повестки, они позволяют сегодня, по большому счету, в рамках их объединиться любым политическим силам. Сегодня есть глобально две политических силы. Первая сила – это те, кто совсем согласен и кто в доле, кого все устраивает. И вторая повестка – это те, кто хочет перемен. Мне слово «несогласные» категорически не нравится, я их формулирую как те, кто выступает за перемен. Те или иные перемены и понимает, что так дальше жить нельзя. И вот это вторая политическая сила, которая сегодня никак не представлена де-факто, потому что на последних выборах, я вам скажу, люди готовы были объединиться с кем угодно. Они понимают, что механизмов нету, давайте объединимся. У меня весь спектр, я был наблюдателем от КПРФ, наблюдателем по участкам, инспекторам, по Одинцовскому городскому округу. Сам ездил, да? У меня даже, я не знаю, знакомые монархисты, анархисты там, анонисты, блин, ну все голосовали буквально за КПРФ, думали, что ну хоть кого-нибудь бы, как-нибудь бы. Было прямо, ну все, конечно, были очень сильно разочарованы. Электронное голосование. Мы выиграли бы выборы в Одинцовском городском округе. Вне сомнения, наш кандидат на 10 голов Теняев опережал певца Майданова, у которого из рейтинга были только фотографии с Воробьевым на счетах, там, минус 5%. И тем не менее, мы все понимали. Я видел, как это все делалось. Я видел, что выборы не работают. И единственный, кто там на Пушкинской площади собрал очень небольшой митинг относительно, да, там, 600 сколько человек, был Рашкин, потом которого, собственно, уничтожили этими охотами на лосями, выкинули из Думы. В этот день, когда Зюганов поздравлял Путина с успешно проведенной выборами. Понятно, что каждый раз на выборах этот трюк им не получится разыгрывать. Понятно, что люди больше не будут тратить даже те полдня, чтобы пойти проголосовать. Ну, если они там неубежденные, там, свидетели его секты личной, но уже консолидация какая-то будет навряд. Но, опять же, вот мы ждем не выборов. Мы понимаем, что в сегодняшних парламентских партиях, в сегодняшней системе, где они не сражаются за власть, не сражаются, а обслуживают ее де-факто. То есть мы не победим. И это понимают, я думаю, все вменяемые левые. А то, опять же, вот я общаюсь-то с нормальными левыми на местах. Конечно, никакие там левые у Зюганова там не... Ну, о чем там? С Рашкиным нормальные отношения были, с Левченко нормальные эфиры были. То есть они повестку нашу понимают. Но, опять же, то есть это вот... Их-то самих отодвинули от всех сегодня принятий, от всех решений. Поэтому я, честно говоря, не очень задумывался, что там от Зюганова мне можно получить. Да, никогда не рассчитывал ничего там. Есть у нас понимание процессов, которое идет. Да, если вы вот по-человечески подходите, то здесь немножко другое будет отношение. Я все-таки в политике, может быть, более циничный уже 30 лет. Я подхожу к алгоритму самому процессу. У меня еще в 20-м, в 99-м году была контора. Мы занимались выборами на тот момент, когда они еще были по регионам. Я понял, что это математика, это процесс работы, который выстраивается по алгоритмам определенным, как это работает. И здесь, к сожалению, опираться на вот эту вот человечность и какие-то эмоции смысла не имеет. Эмоции, да, толпы, но я всегда смотрел и понимал, что людей обманывают из года в год. Но они многие не понимают. Они стоят, и каждый раз у них происходит, как будто в первый раз. Человек приезжает и говорит, мы за бедных, мы за русских, мы за это. Человеке 20 лет вы могли наблюдать, где там за бедных, где за русских, что было сделано. Нет, и люди каждый раз стоят. И вот, к сожалению, нехватка этого гражданского общества, которое не было воспитано у нас, общество свободных людей, общество сильных, независимых людей. А независимость, она ведь помимо психологического, она еще подкрепляется и финансовой независимостью, стабильностью. Люди, которые относительно небестующие, состоятельные, которые платят налоги. У нас же налоги, мы не видим, как мы их платим. Это вот где-то в государствах вы получили деньги и пошли, заплатили налоги. И вы понимаете, какую огромную сумму вы отдали. Здесь у нас платят работодатели. Вы не видите этих денег. Вы получаете и думаете, что это ваша зарплата, не понимая, что огромную еще сумму работодатель отдает государству. То есть этим людям, которые обслуживают вас. Де-факто, единственная их задача – обслуживать вас, рабочего человека, который создает ресурс. Ну, надо понимать, что ресурс они никакого не создают. Ни полиция, ни спецслужбы, ни правительство, ни миллион чиновников этой единой России. Они ничего не производят и не создают. Они тратят ваш ресурс. Ресурс же из воздуха не появляется. Понятно, что это кто-то работает, кто-то его создает. Есть специальности, бюджетники, которые вы их не упрекнете. Есть учителя. Они тоже продукты живого не создают, но поэтому они учат детей, чтобы была у нас наука, образование. Потому что без этого невозможно и производство выстроить потом. Есть врачи, которые заботятся о ваших жизнях, которые вас лечат, опять же, чтобы помогают обеспечивать здоровье нации. К этим вопросов нет у нас, к людям. Но вопросы к чиновникам, которые ничего, кроме запретов и ограничений, де-факто сегодня не создают, жизнь делают не лучше людей, а хуже, вот к ним есть вопросы. Что эти миллионы нормоедов, чем они занимаются вообще? Что они сделали для людей хорошего? Вот мне говорят, посмотрите, как Москва похорошела при Собянине. Я говорю, а в чем? Вот говорят, смотрите, все строится. Я говорю, хорошо, все строится. Вот у меня, я живу в спальном районе Братеево, его перекапывают каждый год по 4 раза. У нас, начиная с марта месяца и заканчивая ноября, идут постоянные работы. Скажите мне, в чем разница разрухи 90-х, когда ничего не делали, и постоянного перекопанного района 2023 года? Кроме того, что сюда завезли миллионы мигрантов, которые здесь работают и заменяют местное население, и кроме того, что здесь 3 триллиона в год они тратят на эти перекапывания, перекапывания плитки. Скажите мне от этого какая разница? В 90-х годах, когда ничего не делали, и асфальт там где-то ломался, или сегодня, когда он весь перекапан? Вот для меня разницы нету, де-факто. Поэтому вот все вот эти их завоевания, если начинаешь разбирать, они де-факто все мнимые. И вот поверьте мне, в ЖКХ сегодня безболезненно в 10 раз можно сократить. Вот для чего существуют партии Москвы сегодня? Казалось бы, вопрос очевиден. Чтобы москвичи гуляли. Нет, это не так. Попробуйте сегодня выйти в парк Коломенской и пойти по дороге. Я вот недавно выходил, за несколько минут проехал 10 коммунальных машин. 10 машин коммунальных, и еще десяток проедет непонятных людей, которые непонятно почему там ездят. Но сегодня партии не для вас, не для москвичей. Они сегодня для коммунальщиков, для отмывщиков, для тех, кто переделывает, для подрядных контор, которые это все обслуживают бесконечно, и зарабатывают на этом деньги. И они все выстроены для поглощения вот этого бюджета. Опять же, вашего бюджета. Вы не отделяете свои личные деньги. И вот этот бюджет, этот бюджет, он собирается из ваших денег, из ваших ресурсов. Вот, это вы, де-факто, им даете право управлять вашими деньгами. Ну, вашими коллективными. Для левых должно же быть понятно. Вы же любили там колхозы, коллективную собственность. Вот, это коллективный бюджет. И, де-факто, его захватили люди, которые им неэффективно распоряжаются. Но вы не можете их поменять. Это вот, представьте себе на уровне вашего домового хозяйства. Что пришел человек, забрал у вас все деньги и пытается покупать вам какие-то камушки вместо еды, и что-то там обкладывать в ваш дом. Вам это не надо, вы там ходите. А он говорит, нет, мы будем вот дальше, давайте камушки эти перекладывать 10 раз в год. Вот, плитка не этого сезона, давайте новую, да. Сегодня, к сожалению, митинги ничего не могут решить по причине того, что нету структурных каких-то сил, которые структурно эту оппозицию могут, их настроение чаяния оформить. Потому что вот митинги, да, какие большие митинги оппозиции, митинги Навального, митинги Светова за свободный интернет. Ну, что это такое? Это толпа расстежных горожан. Где там структура, которая ими управляла? Мы вот выходили люди по центру Москвы, разбредались по всей Москве и ходили, да. Поезжало 15 спикеров-либералов, которых задерживали через одну минуту, как они появлялись, и после этого эта толпа просто ходила. Где у них там командиры среднего звена, низшего звена и все остальное? Вот у меня русский марш растягивался на километр 200 метров. У меня были колонны, были руководители, были ответственные за кричалки, за людей, за дружину, за это. У них никогда этого не было, они не делали структуры. Даже на Болотной Алексея Навального привозили ему какие-то коробки, сторонники листовок, они подходили ко мне и говорят, слушайте, а нельзя у вас людей взять, чтобы их раздать? Надо понимать, что структуру они никогда не строили. Эта беда вот была такой сетевой оппозицией, которая в интернете может набирать миллионы просмотров, но де-факто не имеет никакого хребта и скелета. Поэтому, конечно, в этом плане, если вы политически не оформлены, если у вас нету структур, а их сегодня в России создать невозможно, то просто выход людей на улицу сам по себе, ну, выйдут, походят, замерзнут, на кого-то возбудят уголовные дела. Кто-то там стаканчик кинет с полицейского, кто-то еще что-то. Это же не мятеж Пригожина, да, где все оказалось нормально, это была прогулка просто, там хоть и сбитые самолеты, вертолеты. А это вот стаканчик, там он потерпел моральные нестерпимые муки, и физические даже еще. Поэтому здесь понятно, что у вас будут дела, и вас там посадят. И структуру вам создать никакую не дадут. Вы садите иностранным агентам, экстремистам и так далее, и так далее, быстро на вас навешивают ярлыков и все, и вы либо уедете из страны, либо сядете. Ну, Навального, например, очень здесь показательный. Меня сейчас умиляют вот эти люди, которые в 20-м году вылазят и говорят, вот, а посмотрите мое дело, это же абсурдно, меня вот возбудили, это же политические репрессии и так далее. Вот я так гляжу на этих людей и думаю, ребята, а вы точно из 23-го года? Вы когда поняли, что у нас дела несправедливые возбуждают, репрессии идут? Это вы сегодня поняли, что ли, когда на вас это возбудили? А когда на русских националистов в 2010-м возбуждали, в 2011-м, когда Демушкина сажали, Боткина-Белова сажали? Да ладно, тех же либералов, там, Яшина, там, и тогда депутатиков этих, вы тогда думали, что это что, не политические репрессии, это просто так? Это там что-то там не то, а с вами другое? Да нет, ребята, все одинаково. Чтоб вы понимали, последнюю мою организацию запрещали в декабре 2015-го года, и тот судья, который нас запрещал, и те люди, которые нас запрещали и подписывали все сопровождение, они же запрещали запрещенные штабы Навального и ФБК. Этот же судья запрещал, эта же служба запрещала, эти же ответственные лица расписывались в документах. Отлаженный механизм репрессий, он не работает в отношении кого-то, он едет дальше. И те либералы, которые на меня тогда писали заявление и требовали привлечь меня по 282-й статье, потом сами под нее все попали. Человек, который там написывал заявление, там, в Нагатинскую межрайонную прокуратуру, Лев Пономарев, я его назову в открытую, а потом обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела, сам потом попал под действие всех этих статей антиэкстремистского законодательства. У него запретили его движение там за права человека там и все там остальное там, не помню. И также они все умные уже тогда понимали, что репрессии не создаются под кого-то. Репрессии едут дальше. И даже перемолов всю оппозицию, они не останавливаются. Они будут потом зачищать неугодных в Единой России, в той же, в кругу там этой же партии власти, там кто-то мало хлопал, кто-то что-то болтал в коридорах. Это будет вечный механизм. Он не останавливается сам по себе, он только растет. Это, ну, закон. Я всегда говорю, ребят, учите историю, очень поможет вам. Все уже это было. И все вы это увидите наглядно. И вот умные тогда понимали уже, что не надо радоваться, когда на кого-то возбуждают дела, и когда в отношении фальсифицируются материалы и запрещаются организации. Все это потом проедет по вам. А глупые, да, были тогда, у них главная задача была бороться с русским национализмом, получать западные гранты. Ну, надо понять, что запрос-то был как раз защита всяких меньшинств. И бальба к сенофобии, вот этой шовинизмом они выдумывали и вечно боролись. В итоге вот доборолись, что сегодня уже вот здесь совсем другие проблемы возникли. У них, у самих. Да. Потому что мы все понимаем, да, что происходит, и перспектив сегодня, глядя на все и читая новости, как-то вот у человека бодрости духа не прибавляется. Мы не должны с вами впадать в уныние, это большой грех. Мы не должны думать, что от нас ничего не зависит, это не так. Мы должны в меру своих сил и возможностей делать так, чтобы наша с вами личная совесть была чиста, но опять же стараясь для общего дела. Вот нельзя универсально посоветовать какому-то человеку, что ему лично нужно сделать. Почему? Потому что у каждого своя мера страха, у каждого своя мера возможностей. Для кого-то сильный поступок уже просто видео это кому-то переслать, показать. То есть это уже для многих поступок. Многие считают, что если он там в друзья где-то в соцсетях добавил Демушкина, он уже под угрозой репрессии, там ареста и так далее, или лайк поставил. Для многих. Кто-то готов на большее. Но у каждого своя мера возможностей, ответственности и страхов. Поэтому универсального ничего нет. Не унывать, работать, стараться. Вы можете прорывать информационную блокаду, вы можете подписываться на канал оппозиции, вы можете распространять видео оппозиции. Неважно, вот вы каких взглядов, то и распространяйте. Я вас не призываю куда-то конкретно что-то там. Давайте этого, давайте этого. Вот вы понимаете, что этот человек искренне работает на перемены. Вот ради бога. Берите, распространяйте, подписывайтесь, продвигайте, общайтесь на работе, в семье. Понимаю, что со многими сложно общаться. Сегодня там пропаганда все-таки сделала свое дело. Кто смотрит телевизор, это уже сложно этих людей в чем-либо убедить. Не тратьте силы, переключайтесь, у вас спортклубов там, на работе, еще где-то есть всегда коллектив, с которым можно по беседу подискутировать. Вы должны в любом случае стать вот человеком с активной жизненной позицией, представителем того самого активного гражданского общества, которое не молчит, не принимает все, что ему дают там, не согласен жить на замиску чечевицы и работать от утра до вечера, и ничего не должен видеть, ничего не должен решать. Нет, вы тот человек, который должен себя чувствовать хозяином в этой стране. Ну, хозяином в смысле общем-общественном. Что эти люди, они не посланы ни в наказание, ни богом. Что эти люди, они лишь менеджеры, и не более того. И вы не холоп, который обязаны им подчиняться. Вот это холопство я не приемлю ни в каком виде. Не в религиозном, когда его пытаются навязывать, да, почему-то. Вопросы веры и духовного пытаются в политический спектр перевести. Я вообще очень сильно негодую. Даже вот есть вроде люди в вопросах веры авторитетные, но когда попы начинают лезть в политику и рассказывать мне про какие-то политические процессы, я сразу абсолютно несмиренно могу перебить и послать нахер, да. При этом в вопросах религиозных диспутов очень смиренно многие вещи слушаю. Здесь надо понимать, что мы все люди грешные, от патриарха до последнего меренина. У нас нет безгрешных, этим мы от католиков и отличаемся. Поэтому все ошибаются. И меня порой тоже, как хоть и прихожане на АПЦ, очень расстраивают позиции высших иерархов церкви. Я об этом заявляю. Здесь нет ничего такого. Я не обязан стоять смиренно и принимать все от них. Я могу и возражать. Ну, опять же, на своем вот уровне, на котором нахожусь. Я там, может быть, туда прям не лезу к ним. Чтобы лично возразить, им это и не надо. Ну, тем не менее.